всем привет сегодня видео будет посвящен проверка находок за апрель месяц который я недавно показывал ну в общем будем проверять электро счетчик у нас один поучаствует вон который мы нашли вон один вот этот шестьдесятого года 2 вот так это у нас какой год ага двенадцатый свежий также еще один поучаствует вот этот купленные за 500 рублей на авито ну какого года у нас ага 99 также мы провели вот эту колонку что я уже проверил я хочу показать кнопки и вот это вот блок питания от домофона но естественно как будет проверять так давайте сейчас я уберу всю сторонку потому что значит фишка в чем счетчик просто взять так взять и подключить не получится потому что здесь есть своя схема и если подключить неправильно может произойти я не знаю что короткое замыкание ну я тестировать естественно не буду значит ну допустим мы возьмем счетчик один вот этот и подключим нагрузку вот я взял вот такой вот обогреватель в принципе насколько мощности там я не помню более точно так то сколько у нас здесь так почему где не написано а полтора киловатта но принципе я думаю по мне должна выдержать моя розетка и проводка я думаю должна выдержать значит ну и конечно же мы проверим это все иначе как мы это сделаем значит сейчас я беру отвертку так если не буду буду такой вот использовать так и сейчас я должен открыть вот этот его этого счетчика клеммник так значит все ага подключили так теперь смотреть внимательно потому что сейчас то что буду делать это не очень безопасно значит беру вот такую обыкновенную вилку вот сейчас я покажу вот я возьму такую видите к ней ничего не подключено но ни в коем случае рассмыкать нельзя сейчас я вот допустим окну вот так для того чтобы посмотрите где у нас чего фаза так включая так помню что сейчас здесь находится под напряжение поэтому ничего не не соприкасать только кроме вот этой отвертки так так не знаю будет видно или нет но по моему ну походу здесь тела фаза вон я вот сейчас соприкасаю про меня не очень конечно четкая отвертка надо конечно индикаторную взять более точно так нам сейчас придется сбегать индикаторной отверткой так и сбегаю я сейчас за отвертка нормально сейчас посмотрим так включаем опять так так вот тут красный загорается вот тут красный так так ну вот это больно наверно красный загорается ну очень понятного и вот здесь фаза коричневый провод так все значит мы отключаем значит запоминаем и он так вилку мы оставляем то есть мы не вынимаем значит мы будем подключать счетчик согласно вот схеме так наверное сейчас камеру немножечко опущу так все значит подключаем счетчик согласно схеме так конечно извиняюсь что камеру выключил значит вот здесь приходит фаза и здесь 0 здесь фаза выход а здесь ноль выход согласно подключать так упал так так сейчас наверно придется все таки освободить как бы от этой заняты так что вот этот остаток остался мне будет немножечко так сказать мешать так 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 мне кажется не очень удобно так так вот все подпихнул один контакт наконец закрепить нужно контакты надежно иначе будет от плохого контакта сильно нагреваться так и но я покажу на примере этого щечка а дальше уже буду пропускать это моменты так и второй нужно будет сойти там надо еще сейчас подкрутить маленько так так все счетчик подключили теперь давайте попробуем проверять так проверку сделаем так ну на камеру не забудет видно или нет так ну сейчас я положу как удобно так так загорелся уже хорошо значит все короткого замыкали нет теперь нам нужно подключить нагрузку нагрузку мы возьмем вот эту вот розетку так так ну давайте быть также подключим согласно маркировке то есть сюда фазу как это было вот так надо еще немножко конечно ослабить винтик нужно так так а здесь сюда не достает так надо сейчас будет немножко подрезать здесь провод сейчас это сделаю так все провода я соединил вот так это выглядит теперь так все провода у нас на месте сидит все сидит так ну давайте клеммник сейчас закроем так так и включить вот уже я выбрал розетку так включаем так хорошо ну чё ж давайте попробуем включить нагрузку включаем обогреватель так так будет надеюсь видно ну чтож включаем так ну видно уже 540 так так как бы поставить так чтобы прибор был виден так ну он текущая нагрузка почти 3 ампера счетчик у нас вон моргает будет видно вон видно что моргает так ну да жалко что к сожалению нельзя показать потому что не очень удобно но я в одном из роликов уже показывал как принципе подключать вот такие вот счетчики так вот что же делать так надо поставить во что не под что нибудь и но сейчас давайте попробую подставить что что было бы так так ну смотрите нет все равно падает ладно что нибудь сейчас придумаю так ну так более-менее подставил вон не знаю будет видно или нет показания вот сейчас смотрите обогреватель включен обогреватель включен но я еще не на полную мощность включил я не знаю еще попробовать может на полную мощность ну давайте попробуем так ну вон видно видно что щелкает все работает так вот тоже какая наша нагрузка то ну да это уже киловатт так ну что ж в принципе ясно в принципе я не сомневался этот счетчик полностью рабочий да фух все у меня уже от обогревателя стало жарко вот так это все в принципе дело выглядит да жалко что конечно фокус не славливает ну поверьте вон видно надеюсь ну все понятно в принципе можно отключать и отсоединять счетчик и переходить уже к следующему проверку счетчику так следующее пойдет на проверку вот такой вот раритетный счетчик у нас так вот тут уже заметил что немножко винты используются другие так что придется наверно сейчас скорее всего отверточку другую брать ну здесь в принципе тоже стандартной схемы подключается так я надеюсь схватываю где схема там написано да я думаю что скорее всего так она и есть если моя память не изменяет так угу так ну что ж давайте подключать согласно схеме так я надеюсь винты то выкручены ослаблены конечно не ослаблены так ну в принципе подключается примерно так же как я и тут подключал поэтому в принципе я момент этот пропущу покажу уже после того как подключил так ну что ж счетчик я наконец-то номер два подключил ну что ж теперь давайте включая проверяем так питание вот она уже хорошо так ну и давайте нагрузочку небольшой дадим так ну давайте посмотрим сейчас как вращается так ну давайте помощнее вот на самый киловатт я включил видите 1200 ватт счетчик крутится ну в принципе это счетчик рабочий так это я поменьше сделал там на сколько на 500 ватт так ну я скорее всего вон так наверное сейчас давайте еще поближе сделаем так ну вон видите что вот это все меняется то есть прокручивается вон диск вращается вон так ну ладно принципе я думаю можно на этом я думаю эксперимент остановить вот давайте сейчас прокрутим до ноля tutte 테н interaction далеко ну в принципе понятно видите что все работает вон обогреватель ну вот значит получится Так, правда, жалко, что меня в кадре не видно, но вы можете поверить. Вон, обогревается, вон, включено. У меня такое ощущение, что немножко диск подзаклинивает, но все фиг его знает, может это нормально. Так, ну все, ладно, в принципе, можно отключать. И можно приступать к следующему. Ну что ж, счетчик по сети я подсоединил, купленный за 500 рублей. Все, вот видите, теперь включаем. Ну, давайте нагрузочку, как всегда. Ну, в принципе, видите, что вращается. Хорошо. Ну, в принципе, все понятно Все считает, видно Счет работает, все щелкает, я слышу На камеру, к сожалению, не услышать Ну да ладно, так, ну все Я теперь отключаю На этом проверка, я думаю, счетчиков уже закончена Ну, единственное, я не знаю, как автоматы проверить Потому что, ну, короткое замыкание устраивать, конечно, мне боязно Но я уж уверен, что, скорее всего, рабочие Так, ну что ж, все, в принципе, я соединяю все провода Тут тоже, кстати, были вот эти провода Пришлось тоже взять вот эту отвертку Плоскую Ну, конечно, да, у меня такие провода Надо, конечно, немножко побольше, как бы, сделать оголенные Но там примерно, насколько я помню, ну, 170 мм Ну, я сделал чуть меньше Ну, видите, у меня был уже притык Что делать, конечно, ну, категорически не стоит Так, ну что ж, отсоединяем все И откладываю в сторонку Следующий я покажу Приказ, вот этот блок питания от томофона И вот эту вот колонку Вот так, все, простенько отсоединяется Да, конечно, надо закручивать послиннее Ну, чтобы был хороший контакт Так, все Клеммник я закрываю Так, все, щечки можно в сторонку убрать И также нам больше не понадобится Вот этот ваттметр И не понадобится больше вот этот Удомитель с розеткой Так, и можно также убрать В сторону обогревателя Поехали дальше тебе проверять Что у нас пойдет на следующем На проверку А следующий пойдет у нас на проверку Вот такой вот блок питания Судя по всему, он использовался в домофоне Ну, в принципе, ничего сложного Мы просто Соединяем два провода Любой, ну, как бы, полярности Здесь уже неважно какой Так, только единственное Я думаю, что надо, скорее всего, Сейчас будет все эти провода Заизолировать Потому что все-таки здесь будет напряжение 220 вольт А сами знаете, что 220 вольт Это вам уже Ну, уже ого-го Серьезно Поэтому давайте сейчас я заизолирую И уже вернусь к вам Так, ну что ж Я все подсоединю Теперь давайте Сейчас включим Возьмем тестер Так, ну, я уже проверял На самом деле, работает Но давайте сейчас вот включу Так, все Питание подано Включаем Ага Видно, что у нас лампочка загорелась Так, ну, давайте вот посмотрим, значит Что у нас здесь выдает Так, не знаю Будет видно или нет У нас тестер Так Давайте сейчас, наверное, поближе Все-таки сделаю Так Давайте Так, ну, я думаю Так будет, может быть, видно Так, что у нас здесь показывает Напряжение Так Двадцать шесть вольт Так Ну, в принципе, видно Да, здесь все правильно Должно быть Двадцать шесть Так Теперь Осторожно Да, бы все Об этом не замкнуть Здесь на замок Должен быть Идти Восемнадцать вольт Ну, здесь почему-то идет Одиннадцать с половиной Ну, да ладно Может быть, я тоже не знаю А здесь сколько должно быть вольт Так Двенадцать вольт Ну, двенадцать ровно Ну, что ж В принципе, все понятно Блок питания может быть и рабочий Но напряжение выдает Это мало Но Нам что-нибудь Взять какую-нибудь нагрузку Нужно Ну, давайте Например, вот возьмем Вот такую вот лифтовую кнопку От Отиса Мы посмотрим Как она Будет работать Так Ну, сейчас Затрон и проверим Посмотрим Загорится Не загорится Так Насколько я помню Значит Здесь у нас Идет Так Надо посмотреть Поляность Так А поляность По-моему Надо посмотреть Не, не с помощью Декатора Мы посмотрим Сейчас с тестером Где у нас плюс Где минус Потому что Я не помню Честно, где плюс Так Так, ага Синий провод Это плюс Понятно Значит Берем Один контакт Вот сюда Так Что, что Будешь делать Заскакивать Так Я надеюсь Видно Не видно Да, видно Так Так Угу Что это такое? Соскакивает контакт, да? Давайте пока выключим. Так, ну вон, видно, что кнопочка горит у нас. Значит, вроде... Хорошо, так, и давайте посмотрим, как у нас выдаёт здесь. Значит, насколько я помню, плюс сюда, минус сюда. Так. Так, ну-ка, да, всё, горит. Значит, полностью блок питания у нас рабочий. Это уже хорошо. Тем более, на халяву считаете, это вообще круто. Так, что ж, кнопки можно убрать. Больше не понадобится. И также у нас больше не понадобится вот этот блок питания. Так, подкладываем в сторонку. Так. Ну, давайте посмотрим вот эту колонку. Ну, я подключил вот к этому нейроновскому информатору, кто помнит. Сейчас посмотрим, как она играет. Так. 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 Сейчас. Музыка что-то не разгрызгует, бывает. А! Всё понятно. Вон, потерян один контакт. Ну, сейчас посмотрю. Так. А, сейчас я музыку включу. Так. 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 Ну, в принципе, музыка играет. Ну, в принципе, понятно. Музыка играет. Всё. Так. Хорошо. У нас остаётся вот последнее. Проверить это у нас что, как вы думаете. Правильно. Вот такой вот приказник. Но, к сожалению, ребята, у меня не получилось, увы, подсоединить кнопки. Точнее, как? Он работает, то есть вот всё, кроме табло. Потому, что табло самое целое я проверял, но, увы, увы, увы. Скорее всего, я так понимаю, что причина кроется, ну, не то, что в самом табло, а именно то, что у меня нету такого вот электронного управления, чтобы им управлять. Поэтому, к сожалению... Да, кстати, надо блок питания вот и вернуть сюда. Потому, что зря я, кстати, убрал во вторую. Так. 20 его не надо, но хотя бы мне вот вольт 12 должно быть и хватит. Так. Ну, что ж, включаем. Так. Ну, сейчас надо будет как-то подсоединить это всё делаю. Ну, а заодно вот этим приказом и проверим, как он держит эту нагрузку. Так. Ну, что ж ты будешь делать, отсоединяться-то давай. Так, вот, всё, кнопки загорелись. Вот, видно, так, надеюсь, по камере сделаем. Так, всё. Кнопочки у нас сгорят. И сейчас зажгу ещё индикатор перегруза. Всё. Всё горит. Ну, всё, в принципе. Вот на этом проверке, я думаю, можно уже закончить. На этом. В принципе, вон, всё рабочие видели сами. Ну, того я уже сказал, что, к сожалению, мне не удастся зажечь. Поэтому как-то так. Ну, что ж, ну, всё. В принципе, спасибо всем за просмотр, всем за внимание. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok